МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайное всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Золотая коммуналка. Как снизить цифры в своих платежках? И как платить меньше за некачественные услуги? Лечильники на воду, лечильники на электроэнергию, лечильники на газ и распределивающие на тепло. Игра в тендеры. Как чиновники и их бизнес-партнеры обворовывают рядовых солдат? Было вытрачено с бюджета в державу 12 млн 930 тысяч. Погиб за еду. Сенсационная информация о настоящих причинах гибели рыжебородого боевика. Как Моторола пытался отжать отжатое? И кто его за это подорвал в лифте? Одна из версий, которая сейчас озвучивает, это, что его убил командир пятнашки. Горький мед, сладкий кэш. Какие коррупционные схемы существуют на рынке меда? И как не купить сладкий яд? Те, что с антибиотиками, продается на внутреннем рынке. Хоть батареи стали теплыми, зато кошельки опустили. Украину накрыла новая волна повышенных тарифов. Суммы в последних платежках просто неподъемные. Причем обещанного повышения качества услуг и коммунального сервиса пока что, к сожалению, не наблюдается. Мы по-прежнему платим за горячую воду, которая течет из крана теплой. Переплачиваем бешеную сумму за отопление и все равно мерзнем. Многие, не надеясь на государство, подключают смекалку и начинают экономить мыслимыми и немыслимыми способами. Цена электричества поднимается, поэтому это как раз переломный момент, когда уже от идеи это стало реальным продуктом, который необходим уже людям. Само решение позволяет с квадратного метра окна получить более 100 ватт в час. Что же это за ноу-хау такое, которое помогает экономить на электричестве? Прямо сейчас мы покажем, как платить гораздо меньше за свет и при этом не нарушать закон. Мы научим, как не переплачивать за коммунальные блага. Знакомьтесь, это Евгений Эрик, изобретатель. Евгений назначает нам встречу в своей мастерской. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. И сразу же спешит рассказать о том, над чем трудился 8 месяцев. Цена электричества поднимается, поэтому это как раз переломный момент, когда уже от идеи это стало реальным продуктом, который необходим уже людям. В этой точке мастерской мы разместились не просто так. Рядом и есть то самое изобретение, которое позволяет экономить. Это устройство на вашем окне, которое позволяет вам генерировать энергию. Проект полностью, реализован с нуля. На первый взгляд это обычные жалюзи, которые висят на окнах практически у каждого. Но на самом деле эти умные жалюзи работают от солнца и генерируют электричество. Само решение позволяет с квадратного метра окна получить более 100 ватт. Ноутбук потребляет около 35. Это более чем достаточно для того, чтобы питать мелкие бытовые приборы. То есть они каждую секунду, каждую минуту они работают? Да, они постоянно запитаны. Двухкомнатная квартира с тремя окнами, выходящими на южную сторону, способна выдать 600 ватт электричества в час. То есть 150 киловатт бесплатной электрики в месяц. И вся эта экономия с помощью, казалось бы, обычного солнца. Идеальный угол жалюзи ищут сами. Они в течение дня контролируют поворот свой. Оно меняет угол к солнцу автоматически и следит. И таким образом достигается эффективность. Управлять умной конструкцией можно даже с мобильного телефона. И не важно, дома вы или нет. Право. Теперь влево. Если жалюзи разместить внутри окна, они смогут не только обеспечивать вас светом, но и помогут обогреть квартиру. А летом, находясь снаружи, помогут и охладить ваше жилье. Стоимость такого устройства на одно окно обойдется вам в 300 долларов или почти 8 тысяч гривен. За квартиру с тремя окнами нужно заплатить 900 долларов или почти 24 тысячи гривен. Как и на чем из коммуналки можно неплохо сэкономить, чтобы не переплачивать. Треба измените свои звички. И прямо сейчас мы научим вас, как платить меньше. Установите счетчики на все, за что вы платите, чтобы вы четко видели, сколько ресурсов вы потребляете. Лечильники на воду, лечильники на электроэнергию, лечильники на газ и распределивающие на тепло. Начнем учиться экономить с воды. И не успели мы прийти в музей, как нас буквально сразу же позвали в гости. Запрошу вас до киевской квартиры. Вот так, на примере ванной комнаты, здесь попытались показать, сколько воды вытекает просто в трубу. Есть несколько основных причин втратить воды в квартире. Первая – это наши звички, а вторая – сантехника. И чаще всего протекает именно бачок унитаза. Когда ты чай бачок, мы втрачаем до 600 литров воды за дубу. Это полтора ванной воды. Поэтому, если ваш бачок протекает... Это видно за ржавой смушкой на стене унитаза. Не забывайте перекрывать воду. Когда умываетесь, тоже можно экономить. Когда чистим зубы, желательно использовать не проточную воду, а чашечку, в которую набираем воду. И для поднятия настроения чаще принимайте душ, а не ванную. За душ, за 5 полин, мы втрачаем близко 100 литров воды. Пив ванной воды – это 200 литров. Теперь кухня. Первое правило на кухне – купите водосохраняющую распылительную насадку на кран. Как установляется на кран, и он подмешивает в воду повитро. При этом выкористовывается в три раза меньше воды. Это поможет не выхлепывать лишнюю воду и сэкономит потребление раза в три. Если есть возможность, то купите и посудомоечную машину. Чтобы вымыть 8 комплектов посуды, ей понадобится всего 15 литров воды. Вручную вы потратите 100 литров. А сейчас мы перейдем до, справедливо, найголовнейшего крадея воды в квартире. И это унитаз. Само через него вытрачается найбільше воды. Поэтому установите современную сантехнику с двумя режимами слива. Но экономить можно не только на воде, закрутив вовремя кран. То же самое можно делать и со светом. А теперь давайте проверим лампочки. Прямого накаливания нужно заменить на светодиодные. Запомните, вот так выглядит экономная лампочка светодиодная. А о таких лампочках прямого накаливания лучше вообще забыть. Они тянут слишком много электричества. Лампочка прямого накаливания споживает 60 Вт. А светодиодная будет споживать 6-8 Вт. Но самый лучший способ экономии со светом – установка правильного счетчика. Смените старый электрический на двух- или даже трехзонный. А еще лучше многозонный. Плануем тогда большую часть своего споживания на ночную годину. Но когда тариф уже на 50% дешевле. Обратите внимание на вашу бытовую технику. Проверьте класс ее энергоэффективности. Старайтесь покупать ту технику, которая маркирована буквой «А». Она сама экономная и потребляет меньше электрики. И еще несколько правил. Покупайте утюг с автоотключением. Ставьте холодильник в правильное место. Когда пылесосите, не выключайте пылесос, перенося его из комнаты в комнату. Так он потребляет больше энергии. Вместо компьютера купите ноутбук. Он экономней. Украинцы с первых лет независимости жили по советским коммунальным законам. Не считая литры, киловатты и калории. Затраченные на домашний уют. Сегодня мы вынуждены перестраиваться и осознавать, что дешевый уют только в мышеловке. Как и зависимость нашей страны в прошлом от дешевого российского газа. Сегодня мы закупаем дорогой уголь и дорогой газ. Но зато учимся экономить. Осталось только приучить монополистов считать для украинцев честную и прозрачную цену на тепло и свет. И чтобы эта цена соответствовала качеству услуг. А это наша с вами задача. Бюджет Украины опять трясет. Вот в Министерстве обороны проводят очередные тендеры. В прошлом месяце мы показывали расследование о закупке квартир для военных в селе Липовка Львовской области. Некая стрийская компания под названием УТГ сдала Министерству обороны новые квартиры в полуразрушенном состоянии по цене 11 тысяч гривен за квадратный метр. Сразу же после нашего сюжета в Министерстве обороны пообещали разобраться с недобросовестными застройщиками. И, похоже, разобрались. Владельцы этой же фирмы на прошлой неделе выиграли очередной тендер у Минобороны. Только уже не на 8 миллионов, как в прошлый раз, а на целых 18. Почему в Министерстве обороны так любят наступать на одни и те же грабли, разбирались наши журналисты. Он уверенным шагом идет к нам на интервью, но просит не называть место видеосъемки. Это советник самого министра обороны Руслан Тростенский. И его работа – искать коррупционную составляющую в тендерах и других закупках Минобороны. И, по его словам, западный регион в этом плане самый проблематичный. И вот, например, оказалось, что некоторые бизнесмены наживаются на жилье для военных в Скнылове. Что под Львовом? В зоне – это достаточно красивый, интересный, яркий дом. Но, зашел в середину, когда начался ближе предвидеть все, что там происходит, то меня в первую очередь это, как минимум, здавало. В реконструкцию этого дома уже вложили почти 13 миллионов государственных денег. И просят еще. Но, если присмотреться, становится непонятно, куда же делись такие громадные деньжищи. А вот Руслан показывает видео, снятое в городе Владимир Волынский. Вот, видите? То есть ничего не делается. Никакой реконструкции даются только направляющие. Сюда обшивается гипсокартон. Тут почти за миллион, вдумайтесь, даже не строят, а всего лишь реставрируют. Четыре квартиры для военных. Старые перекрытия, деревянные перекрытия, деревянные сходы. Дом когда-то был больницей. Это видео мною снято в городе Владимир Волынский. И вот, тут перерабляют медичный пункт под житло для военнослужащих. И куда только смотрит руководство армии. Ведь даже за бешеные деньги ремонты здесь делают халтурщики. Слушайте, добрый день. Добрый день. Тут житло для военнослужащих будуются? Да. Тут их четыре заявленных квартиры. И обещают закончить чуть ли не к Новому году по утвержденному графику. А где-то и к весне. А вы же закинчиваете? Да. Для следующей Паски? Да. А что за арахтами мешает? Работники пьяны. Их никто не контролирует. А они даже не знают, на кого работают. Ваша фирма, как называется? Львишка. Я понял. Все, дякую. Домовый, уроки не знаю. У меня, как Сенка, запах. Срала, мазала, не пила. Можешь ее ткатывать, а вы, ***, не пи***й. Без материала, без ничего. Но мы узнали. Тендер на эти работы выиграла та же компания, что проводит дорогостоящие работы в Скнылове. 830 тысяч гривен. И, что не дивно, и что, снова же, что не комично, эти работы в Володимире Волинскому выполняет компания, приватное предприятие «Богданбуд». Компания «Богданбуд» по выстраиваемым схемам. Очень близка к уже знакомой вам стрельской фирме УТГ. В приватному будинку с уставным фондом в 1000 гривен. Директором цієї компании, засновником и бухгалтером является трендяк «Богдан». Тест на коррупционную составляющую «Богданбуд» не сдал. Но Минобороны это не очень волновало. Приватное предприятие «Богданбуд» в процессе выполнения работ на объекте Скнылев перераховывало деньги за выполненные работы к приватному предприятию «Трендяку» тому же «Богдану». То есть это обычное, элементарное и наглое, даже в том числе, отмывание денег. То есть это обнал. Не украинская ДРГ и даже не кремлевские кукловоды. Вы будете шокированы. Но Моторолу, как оказалось, убили из-за банальной еды. Спустя некоторое время после помпезных похорон Рыжебородова боевика появилась очень неожиданная, но очень уж правдоподобная версия его убийства. Оказывается, Моторола решил взять под собственный контроль контрабанду продуктов, которая продавалась через отжатую сеть супермаркетов АТБ. Последний год Арсен Павлов мало появлялся на фронте. Имея славу героя, он решил сколотить себе еще и геройское состояние. И попытался, так сказать, отжать, уже отжатое, за это и поплатился. Про блистательную, но короткую карьеру молодого бизнесмена Моторолы в нашем следующем сюжете. Громкое убийство. Помпезные похороны. Что чувствую, что хочу сказать. Вообще ничего не могу даже произнести. А на следующий день после похорон Моторолы в Донецке произошло еще одно убийство боевика от группировки «Спарта». Двумя выстрелами у подъезда собственного дома был убит некий Алексей Шимаченко. Позывной «Лесик». Его убийство прошло незамеченным, хотя это очень важный факт во всей этой истории. Убитый боевик «Спарты» «Лесик» был другом и соратником командира «Спарты» Моторолы. И Моторолы, и «Лесик» погибли по одной и той же причине. Покойный Алексей Шимаченко по кличке «Лесик» до так называемого ДНР, говорят, работал в сети супермаркетов АТБ, донецкое руководство которой тогда как могло помогало Януковичу удерживать власть. Мы считаем, что нашу территорию, нашу державу нужно сделать небезопасной. Сеть супермаркетов АТБ, в которой он якобы работал, официально покинула оккупированные территории. АТБ-маркет понесл в лодке порядка 7 миллиардов гривен. Магазины этой сети получили новое название и новых покровителей. «По ту сторону осталась часть украинского бизнеса. Часть из него поменяла ловиски на ДНР, часть не поменяла. Но та же самая сеть магазинов АТБ, ее сейчас переименовали в первый республиканский супермаркет, и она там отлично действует». 152 магазина, которые оказались на оккупированных территориях, перешли под контроль абхазской группировки. «Ратьям не обещали поддержку, вот она и едет». Это Ставрос Богатылия, предваритель донецких абхазов. Именно он стал смотрящим за сетью отжатых супермаркетов. «Живу, развиваюсь, превращаюсь в славно известного террориста из Абхазии, наемника». Полки магазинов наполнялись контрабандными путями и очень быстро начали приносить своим смотрящим баснословные прибыли. «Везти на ту сторону такие количества продуктов невозможно без покровительства кого-то из военных. И за вот этот поток контрабанды, через кого он будет идти, кто будет получать мзду, там идут постоянно очень серьезные разборки». «Люсик» понимал, какие деньги там крутятся, и пытался заинтересовать этим своего известного командира. «Это что-то с ***, кинул туда». «Моторолог и другие лидеры боевиков, в частности, тоже и Гиви, а также покойные Бэтмен, Батя Дремов и другие лидеры боевиков, они все пытаются контролировать различного рода бизнес, связанный с контрабандной товаром». Война за отжатый АТБ началась с того, что Люсик создал русскую националистическую организацию «Слово и дело». Ее листовки призывали бойкотировать Первый Республиканский. Мол, названия продуктов с прилавков супермаркета действительно написаны по-русски, но производитель – АТБ Украина. Со временем конфликт абхазов с «Моторолой» перешел в открытую форму. «Мы с него снимем его лысый скальп и повесим у меня в кабинете». Масло в огонь подлила и жена боевика, которая не очень лестно отзывалась об выходцев с Абхазии. Господь наделил эту землю невероятно ленивыми людьми. Хотя не всех обитателей этой страны можно назвать людьми. Пытаются отобрать отжатое непосильным трудом, да еще и оскорбляют национальное достоинство. Абхазы не смогли простить рыжебородому боевику и его жене такую наглость. Родом есть Абхазия, и Абхаз, как разность ментальности народа, она не позволяет так быстро прийти к ожидаемому результату. Так именно богатылию называют заказчиком громкой ликвидации «Моторолы». Ликвидировали «Моторолу» по приказу командира «Пятнашки» Абхаза. И тихого устранения его так называемого бизнес-партнера Лесика. Хорошего настроения и мирного неба. Горький мед, сладкий кэш. Рынок меда в Украине с каждым годом бьет все новые и новые рекорды. Постепенно наша страна становится ведущим экспортером меда в Европейский Союз. За последние 10 лет объемы вывезенного за границу меда выросли в целых 7 раз. Поэтому заниматься этим сладким бизнесом хотят все больше и больше компаний. Но работать качественно могут далеко не все. Поэтому на меде уже научились неплохо зарабатывать, придумывая все новые и новые схемы. Но пользуюсь тем, что сегодня у пасечников, так как и у всего населения, скрутна ситуация с финансами, соответственно, эти же перекупщики, частину меда, скуповывают как с антибиотиками. На самом деле, этот мед без антибиотиков. Они его скуповывают и продают на внешний рынок, как чистый мед. Но больше всего проблем с медом на внутреннем рынке. Ведь проконтролировать каждого продавца на безопасность его продукции фактически нереально. Как же отличить натуральный мед от подделки и не купить вместо полезного продукта отраву? Об этом смотрим далее. Все знают, что самые популярные виды контрабанды в Украине – это сигареты и янтарь. Но в последнее время все богаче становятся контрабандисты, которые занимаются медом. Сладкая контрабанда. Вот так в погоне за сладкой прибылью контрабандисты пытаются провозить мед через украинскую границу. Этот мужчина пытался вывезти в соседнюю Россию полтонны меда. А на этом видео украинские пограничники задержали троих украинцев и пятерых россиян, которые пытались доставить в Россию целую тонну меда. Сладкий товар они расфасовывали по пакетам, чтобы было удобнее его транспортировать. И с каждым годом медовый бизнес притягивает все больше и больше желающих на этом заработать. И если на экспорт работают большие и серьезные компании, то на внутреннем рынке это пчеловоды-энтузиасты и просто любители своего дела. Давайте до этого улика подивимся. А благодаря тому, что вы пришли, то я хочу до улики подивлюсь, потому что холодно, то я не смотрелся. Это пасечник Юрий Авдиенко. В медовом деле он далеко не новичок. У меня за две недели, за 14 дней заполнялся так вулик медом, чтобы пчелы переставали працювать. У него просто не было куда складывать. Юрий занимается пасекой и пчелами уже больше 35 лет. Сколько ульев у него в хозяйстве, говорит, и сам не помнит. Уже как за сотню заваливает, пасечник уже их не рахует. Здесь, на пасеке, в 150 километрах от Киева, у Юрия больше сотни ульев. Вот видите бджоли. Это в улицах бджоли. И я... Отходим, отходим. Не любят, когда в холодный период до них смотрятся. Мед для пасечника не просто работа и хобби. Это и главная еда в доме. Юрий может есть мед ложками. Вы сколько меду съедаете в риг? В риг не рассчитываю, но бывало такое, что за день съедал пів литра меду. Юрий один из тех пасечников, который продает свой мед в Украине. Но многие, у кого есть деньги на все необходимые процедуры, во всю экспортируют мед за границу. У нас в реестре экспортеров близко 170 компаний, которые имеют возможность экспортировать. Третья экспорта припадает на страны Европейского Союза. Все-таки европейские краины, как Бельгия, Болгария, Испания, Литва, Німеччина, Франция, США, Туреччина, Япония. Большие компании-экспортеры в большинстве случаев работают в связке с обычными пасечниками, у которых и закупают товар. Весь мед они обязаны проверить в лабораториях на безопасность. И только после этого тонны сладкого продукта вывозят за границу. Но не все экспортеры хотят работать по-честному. В погоне за прибылью в ход идут любые схемы, чтобы заработать больше. Юрий уверен, что цены сознательно занижают, чтобы купить мед подешевле, а потом продать его за границу с неплохим наваром. Некоторые перекупщики придумали еще одну очень интересную схему, как купить мед еще дешевле. Анализы на антибиотики в меде очень затратные, и не все пасечники могут себе это позволить. Поэтому многие просто верят, что в их меде действительно нашли запретные вещества и продают мед по дешевке. Антибиотики действительно могут быть в меде. Ведь пчелы болеют так же, как и люди. И часто в аптеках продается контрафактная продукция. Некоторые лекарства для пчел могут оказаться с антибиотиками. А это в медовом деле табу. И если вы думаете, что мед с антибиотиками утилизируют, ошибаетесь. Интернет просто пестрит объявлениями, куплю мед с антибиотиками. И это не просто так. Те, что с антибиотиками, продается на внутреннем рынке. Вот такая схема. Чтобы продать свои товары, сами пасечники идут на хитрости. Например, растапливают мед, чтобы его больше брали. Эти меда уже в осенний период должны быть закристаллизованы за вынятком акации. Все жидкие меда, которые есть на сегодняшний час, это растопленные. Когда топятся при более высокой температуре, они втрачают белковую основу. Это витамины, ферменты. И творятся шкодливые речевины. О других нечестных схемах на внутреннем рынке меда в Украине смотрите на следующей неделе. Мы проведем свой рейд киевскими магазинами и рынками. Не пропустите. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами. Увидимся, как обычно, через неделю.